добрый день друзья я елема ракелян нахожусь я на своем большом участке хочу немножко поговорить о своих кустах тут помните наверное что у меня в основном растет шаоми они вот и несколько рядов вот ркацтели есть значит наконец друзья я укрыл свои кусты буквально вчера мои работники укрыли но я хочу вам показывать как они укрыли значит смотрите половина под землей половина открыта но учитывая что уже зимы такие стали вот смотрите уже начале числа декабря а у нас ну сами понимаете тепло плюсовая погода если с февраля учитывая что мы будем уже раскрывать и обрезать то думаю глобальное потепление скорее не повредит мои кусты и самое главное вот смотрите землю берем чтобы укрывать корневую систему не повредим я с трудом но восстанавливал свои кусты друзья наверное помните мои монстры вот смотрите вот какие они раньше были и какой молодняк пошел видите значит что я хочу рассказывать по урожаю 2020 урожая было полно получил приличный урожай друзья но в этом году куча катаклизмов связано и с ковидом связано и война в карабахе в общем это сильно отразилось на ценообразование винограда который в итоге мы продали свои виноград практически все виноградали 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 продали свой виноград за копейки ну что делать по 10 друзья 15 рублей килограмм чтоб по урожайности рассказывать друзья у меня почти вот каждый ряд больше тонны мне дал урожай вот эти молодые рукава смотрите я вот омолаживал их практически только вот видите старый куст остался еще но я его не укрывал я его и прошлом году по моему не укрывал там оттуда уже молодняк растет вот там уже молодые лозы есть его и укрыть тяжело понимаете тут минимум пять человек нужно чтобы его сгибать они уже слишком толстые стали уже приблизительно толщина 5 дюймов где-то то есть не целесообразно его держать хотя он более урожайный чем молодые вот эти рукава мчс о миротворцы друзья и так каждый день по 20 рейсов в этом году в отличие от других годов друзья я очень красивый виноград получил качественный чистый виноград получил практически уйдюма не было но мильдио это уже позади скажем так у нас вот ценится виноград именно рыночная когда и гребень чистый ну без муки серой в этом году у меня и чисто гребень чистая была и еще ягоды такие янтарные были молочные янтарного цвета ну в общем привлекательный вид но жаль что цена такая дешевая была ну что делать рынок что диктует так и живем друзья но честно говоря не падаем духом не такие катаклизмы мы видели и град видели друзья и заморозок видели всякое много чего видели вот жизнь про жизнь то продолжается будем работать выбрали такую культуру и будем выращивать дальше в целом я доволен по урожайности потихоньку восстанавливаю друзья но насчет вот рыкоцделей я все-таки много говорил что у меня хлорозы и т.д. и т.п. тут вопрос я одну выкорчевал один куст вообще-то выкорчевал посмотрю что когда я пахал между ряде оказывается корни всего трактор испортил и он так и не восстановился и вот я решил чтобы не мучиться с ними тем более уже трубы и просто уже все как говорится уже корпус каркас уже все собрано я его уберу рыкоцделей буду выкорчевать и вот наверно не знаю его видно или нет друзья вот смотрите это молодые кусты тут уже я их укрыл вот цель ряд это у меня алый королевский сенс бой вот ну скарлетт роял дальше буду я столетия посадить для изюма который у нас уже наши вот эти предприниматели которые сушками занимают их уже заинтересовало вот буду уже столетия посадить это все уберу и тут будет столетие тут вот смотрите и трос и провода все практически подготовлено мне только остается главные трубы вот ну главные трубы ставить ну и выращивать кусты чтобы у меня они росли все это уберу на молодом участке сколько и 100 достаточно практически где-то вот так вот друзья будем занималась нам сколько остался два месяца на отдых на отдых если погода позволит от февраля начнем уже готовиться к сезону 2021 вот такие вот дела друзья думаю мои видео для вас интересно попробую еще снимать видео друзья как укрыл на молодом участке рак от стели это покажу пока до свидания удачи всем и самое главное что было тепло что пусты ваши не пропали и мои кусты не пропали до свидания